всем огромный привет я очень рада что вы заглянули ко мне в гости добро пожаловать это видео начинаю с моих утренних рутин сегодня в кадре у меня нет какой-то такой красивой идеальной картинки вы видите у меня халат красного цвета сорочка ночная зеленого цвета ну так получилось специально как-то наряжаться перед камерой я уже не стала ну вот как есть и как раз сегодня и халат и сорочку я планирую отправить в стиральную машину сейчас я занимаюсь уходом за лицом на днях я сделала ретиноловый пилинг с кислотным вместе у косметолога кстати с этим пилингом ходила где-то 6-7 часов не смывая в общем надо было восемь часов ходить не смывая результаты довольны или нет я смогу только с у тебя какое-то время понятие с вами поделиться пока моя кожа нормально среагировала нет какого-то дикого раздражения и шелушения и как раз такой пилинг хорошо делать в холодное время года нет активного солнца но в любом случае нужно использовать поверх спф обязательно я не рискнула делать такие пилинги самостоятельно в домашних условиях решила профессиональную косметолога она знает тип моей кожи в какой дозировке что мне подойдет до этого я делала два кислотных пилинга но у меня практически не было какого-то выраженного шелушения немного так и вот на днях сделала подложка кислотный и сверху ретинол через месяц примерно можно будет повторить именно ретинол ну а так я продолжаю раз в неделю ходить на массаж косметологу ну а в домашних условиях я использую разные аппараты как вы заметили тоже уже не раз демонстрировала в обзорах а фэр нанавицу тачу и конечно же мой уход кстати крем для кожи вокруг глаз у меня практически закончился пустая баночка на днях планирую поехать в торговый центр и купить косметику там еще по мелочи потом с вами поделюсь ну и как всегда по традиции у меня есть свободная минутка поэтому я уделяю ее часто раковины протерла побрызгала помыла протерла буквально ну две минуты может быть и зато раковина в порядке зеркало мне так приятно пользоваться в ванной комнате когда она содержится в чистоте но естественно если у меня нет времени желание я этим не занимаюсь и еще раз всегда проще поддерживать порядок нежели его часами наводить ну а далее стакан воды натощак уже много лет у меня это привычка но вот в течение дня не всегда я пью нужное количество воды и сейчас с наступлением холодов я чаще пью какие-то горячие напитки чай кофе какао а вот просто вода уменьшилась хорошо хоть вот утром натощак еще эта привычка работает поэтому снова достану свою кружку такую эту фляжку буду наполнять ее водой ставить перед компьютером и не забывать о воде сегодня также по плану смена постельного белья и всегда когда я меняю я обрабатываю вот эту мягкую спинку кровати чаще всего это пылесос но иногда как я вам уже показывала прохожусь роллером очень удобно чуть-чуть даю сегодня кровати остыть как раз пока занимаюсь завтраком там на кухне кровать отдыхает проветривается открываем окно нараспашку чтобы так воздухом наполнилась комната если есть солнышко стараюсь одеяло на солнышке на лоджии просушить но сегодня солнышка нет поэтому просто проветриваю ну а как вы видите на кухне я разбираю посудомойку на мойку а а а а и 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 Сейчас буду готовить завтрак, сегодня у нас каша гречневая, я всегда добавляю немного сахара и каша идет с молоком, то есть сначала я ее варю на воде, когда она уже загустевает, я добавляю молоко. Получается примерно 50 на 50, ну может быть даже иногда воды чуть больше. В кашу я добавляю лично себе фисташки чищенные, кокосовую пасту ту самую, которую я не раз показывала, пикмес. Ну а дети любят добавлять в кашу колечки, шарики, вот эти сухие завтраки, правда сейчас они у нас закончились, вот хочу купить амарантовые колечки, очень нравятся, но пока их нет, они без ничего, единственное, что я им добавляю сливочное масло. После завтрака как раз уже кровать проветрилась, я ее застилаю чистым свежим постельным бельем, плюс я еще в постельное всегда добавляю либо какой-то парфюм, либо мыло у меня лежит и всегда такой нежный аромат. Ну а далее мое время, достаю косметику, ставлю на фон подружку, она там не наговаривала, слушаю и как раз наношу макияж. Музыка Только что встретила курьера, привез нам наш заказ из ресторана. Закончилась еда, а сегодня столько дел, работы, в общем, я решила отдохнуть от готовки, поэтому заказали много чего, но тут на всю семью с добавкой, что может быть и на обед, и на ужин, там не знаю, как получится. Покажу вам, как все упаковано, видите, как тут все подписано в пакетиках, вот в таких плошках. Так, сейчас достану все. Здесь emerkers духовно, кому скажут наши друзья? Причинт на коньках, было очень круто. у нас сегодня пасмурно поэтому нет такого яркого освещение легкая затемненность ну кстати мне уютно так мы еще пока ничего не вытаскивала так только разложила примерно кому что общем у нас андрюшка и я себе мы заказали с ним салат с уткой копченые очень понравился потом андрюшка себе еще супчик заказал дальше здесь сырные палочки это на всех там по одной палке потом идут две порции шашлычок куриный эти как классно упаковывает середине приятно я всегда на мелочи на такие детали обращаю внимание в общем здесь идет шашлык я потом покажу он найдется ващами к шашлыку где 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 вот здесь кетчуп все подписано что к чему идет какой соус к салату там к утке еще к чему-то так что тут но вот мой тоже салат с уткой и нам с андрюшкой такой соус к этому салату один ему один вот этот я не помню к чему соус халапеньо по моему наверное к бургеру а может и нет куриный шашлычок это мальчиком в общем один одному другую другому а мы с мишей себе по салату и по филе судака вот один еще запечатанный один я уже распаковала что показать тут соус внутри филе судака на овощной подушке так миша себе выбрал салат горячий итальянец я его кстати как-то делала на новогодний стол в меню показывала тут идет соус отдельно к этому салату сереже заказали бургер он обожает из мраморной говядины к ним к бургеру всегда идут перчатки для удобства чтобы руки не пачкать он такой очень насыщенный вкусный сытный точнее этот бургер и еще сережа заказал себе оливье тоже очень красиво смотрите какое нарядное покажу вам вот так выглядит оливье так красиво уложен с одной стороны я не очень люблю вот эти вот контейнеры но перекладывать не хочется нарушать композицию они неплохо так уложены в контейнеры а перекладывать в тарелку можно конечно аккуратненько постараться но поскольку у нас я уже сказала такой день суматошные мы в делах в разъездах я вот выделила время поснимать это все но перекладывать в тарелки наверное не буду потому что нам сейчас надо поесть и мы выдвигаемся там надо поехать короче дела решать поэтому уже выкладывать точно некогда с посудой возиться а так конечно все это красиво переложить можно в тарелочки посмотрим я честно говоря не знаю сейчас посмотрю со временем может все-таки переложу что-то но однозначно я перекладываю всегда супчик андрюшки потому что с такой баночки неудобно есть это однозначно я ему переложу остальное посмотрим мой салатик который идет с копченой утиной грудкой тут тоже овощи в основном овощи и копченая грудка ну конечно самая изюминка это вот этот вот соус какой-то горчичный он очень очень вкусный андрюши тоже сейчас полью уже ему открыла и также перелила супчик куриный супчик с лапшичкой сырные палочки тут уже какой аромат стоит серёжа еще не пришел из школы на подходе поэтому я ему ничего не вскрываю и вот тут уже миши открыла это горячий итальянец какое мяско осталось только соус ему добавить и там судак уже показала вам до судак то все всем приятного аппетита немного с вами поболтаю только что вернулась из салона делала тонирование волос тоже периодически вопросы и новенькие на канале в какую какой краской я пользуюсь тон и так далее я делаю тонирование уже наверное третий год делаю в салоне у мастера она когда-то там намешала всякие разные вывела формулу я это так называю в общем она меня этим тонирует мой оттенок приближен к моему натуральному цвету волос но только конечно он однородный тут нет никаких сейчас выгоревших волосинок каких-то там мелких седых кстати у меня седые волоски они в основном вот здесь у линии лба роста волос как раз вот здесь вот там на затылке их почти нет поэтому какое-то серьезное окрашивание я сейчас не делаю ну вот этого мне хватает тонирование у меня закрашивает вот эти вот некоторые седые волоски конечно где-то недели через две с половиной они уже начинают проблескивать но не сильно она смотрится знаете как будто бы вы как будто вы горели эти волосинки в общем смотрится норм но вот уже через три четыре через четыре недели до надо надо это дело но мне по крайней мере так оно в камеру не особо заметно только если я буду близко очень в общем я делаю тонирование примерно раз в месяц раз в полтора месяца иногда даже бывает и спустя два месяца могу прийти потому что там то времени то еще что в общем мне очень нравится качество волос после тонирования они такие мягкие они такие шелковистые и сегодня обычно нам не выпрямляет феном а сегодня нам не слегка так брашингом как бы не волны и не знаю и локонами не назовешь и в общем прикольно мне понравилось я кстати запомнила как она это делала попробую сама повторить потому что ну здорово смотрится у меня еще сейчас на кончиках масло поэтому может быть такие немножко такой эффект они слипшийся так как и тонирование такое дает прям уход как будто я после масляного обертывания еще и масло на концах поэтому вот такой эффект может быть ну и в очередной раз я ушла от мастера с покупкой я каждый раз мне что-то покупаю в предыдущий раз я вам тоже показывала брала мачеки имбирный шампунь у меня кстати немного осталось я от него в восторге я его буду повторять но я тоже вам уже не раз озвучивала давно пользуюсь этим брендом только что меняю правда еще я покупала себе for reasons шампунь тоже мне очень нравится хотя вот как раз этот закончится и у меня тот стоит точно я что-то забыла сейчас вспомнила а это я купила кондиционер потому что до этого я брала на озоне какой-то там японский или корейский не помню неплохой приятный аромат но опять рука тянется к мачеке это мои любимчики из ухода за волосами и аромат аромат просто парфюм и он держится он держится практически до следующей помывки волосы шелковистые легко расчесываются наносится удобно ну разве что только цена может отпугивать но вы знаете сейчас есть такие бренды куда дороже так что для такого качества цена средняя в общем я люблю вот тоже периодически спрашиваете что это чем мой волосы как ухаживаю вроде говоришь и проговариваешь но у меня каждый к на каждый ролик есть новые подписки в каждом ролике приходят ко мне новые зрители конечно же они не смотрели все предыдущие мои влоги может быть кто-то и пересматривает но вопросы появляются поэтому я буду повторяться но для тех кто постоянно смотрит уж потерпите немножко в общем мачеке моя любовь так еще сразу тоже вопросы иногда что у меня сейчас на губах карандаш окей бьюти оттенок уране это оказывается такой популярный оттенок в общем он обалденный более того он восковой и им можно пользоваться полностью штриховать то есть заштриховывать губы очень красиво получается сверху например какой-нибудь бальзамчик или про полупрозрачный блеск но я его использую чаще всего только как контур мне он очень нравится и далее у меня бальзам оттеночный с таким легким розоватым оттенком от dior тоже на протяжении наверно двух или трех лет его беру и простой бальзам прозрачный и вот такой оттеночный от dior еще мне очень нравится бальзам от estee lauder тоже с таким легким оттенком вот он у меня сейчас заканчивается хочу пойти в магазин надеюсь он еще есть я его найду такой периодически завозят к нам тоже вот сейчас на губах у меня вот этот дуэт а меня девочки ждет сейчас не самое приятное занятие видите на кровати уже лежат вещи сезонные осенние зимние конец октября а у меня до сих пор в гардеробе летние вещи висят но я знаю что кто-то вообще не убирает но у нас гардеробная компактная и в принципе место позволяет но я не люблю когда вот вещей много мне нравится когда есть простор и чтобы он был я убираю вещи не сезонные на хранение вот органайзер в общем укладываю туда повыше как раз вот он стоит и достаю соответственно сейчас тепленькие вещички у меня какие-то были которые универсальные их и летом можно надеть там пиджаки и жакеты какие-то такие как их гольфики свитерочки в общем водолазки а сейчас я достала уже прям такие теплые свитера там что какие-то брюки у меня что-то еще а спортивный такой не спортивный в общем костюм в спортивном стиле с начесом такой уже на прям на холод потому что еще раз вдруг кто-то подключился у нас с мужем ежедневные такие тренировки пешие прогулки минимум четыре с половиной километров иногда шесть иногда восемь иногда бывает когда сухая хорошая погода но чаще это выходной день 10-12 километров в быстром темпе ну как в быстром не то что мы там бежим но мы так интенсивно идем конечно бывают какие-то там моменты где хочется остановиться рассмотреть полюбоваться не знаю там листика в общем чем-то да что-то обсудить лишь там шнурок развязался конечно мы делаем какие-то паузы остановки где-то замедляем ход но в среднем у нас интенсивный темп и у нас уже такие тренировки полтора месяца полтора года года ежедневно вот ежедневно без пропусков пропуске только если сильный дождь а в мороз мы кстати тоже ходим гуляем в морозы ходим гуляем в любую погоду только если сильный дождь мы не гуляем и если кто-то из нас болеет плохо себя чувствует или там прям завал работы ну бывает так бывает но у нас это не прям так часто хотя вот сейчас в октябре прям что много дождей особенно по вечерам и трудно как-то у нас пропуски появились в прогулках из-за дождя а днем утром не получается плюс еще велосипед у нас каждое воскресенье единственное что тоже из-за плохой погоды последние выходные ну в октябре в основном пока уже не катаемся ну и конечно в зимний период велосипед отменяется вот миша иногда сам по утрам катается на велосипеде а я утром не в состоянии потому что у меня утром самая активная работа рутина дедлайны общение там документы и бла 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 поэтому я утром никак не могу и более того у меня утром нет вот этого вот запала на тренировке у меня знаете после обеда вот там мое время для какого-то интенсива ладно все с этим тоже закругляюсь с этой темой поэтому меня спит как такой специфический до гардероб для таких вот пеших прогулок у меня обуви много кроссовок каких-то ботинок в таком вот спортивном комфортном стиле все а то уж прям темнеет а я хочу с вот этим разобраться результат своего разбора вещей я вам сегодня не покажу к сожалению пока я всем этим занималась и так увлеклась и не обратила внимание что камера у меня села точнее закончилось место на карте она уже там процент зарядки был маленький поэтому пришлось прерваться но я вам уже в другом как-нибудь влоге покажу свой какой-то осенний гардероб хотя не знаю интересно кому-то это или нет а сейчас дождливые кадры миша меня подвозит в университет обычно мы ходим пешком но сегодня сильный ливень еще и такой холод среди какой потоп тем не менее в машине конечно тепло уютно рассматриваете листву зеленую я этим делилась в телеграм канале в общем добираюсь вот таким образом теперь иду под зонтиком уже тут небольшое расстояние несмотря на дождь и холод так красиво зелень в цвете ой на фоне фонарей листва опадающие и такой воздух класс класс зашла уже в университет и первым делом пошла покупать горячий напиток чтобы согреться и уже потом буду подниматься в аудиторию на этих кадрах я буду заканчивать сегодняшний влог как всегда рада что вы заглянули ко мне в гости провели это время со мной мои самые активные мои самые постоянные зрители очень рада приветствовать всех новеньких но я всем вам хочу пожелать приятных эмоций буду очень рада вашему пальчику вверх этому видео и конечно жду снова к себе в гости всем пока